Люди часто спрашивают, как поиграть в первый или второй Doom сейчас, в настоящее время. При всей кажущейся простоте вопроса и доступности игры в интернете, здесь также имеются некоторые непростые нюансы. С вами Endoomer, и в этом видео я объясню, как быстро запустить и настроить для игры классический Doom. Все ссылки из видео будут также находиться в описании к этому ролику. Поехали! Для того, чтобы поиграть в Doom и при этом не выглядел как месиво пикселей на экране прямиком из 90-х, нам потребуется Sourceport, то есть порт игры на какой-либо современный движок для лучшего отображения графики и большего удобства игры. Sourceport существует немало, но условно их можно разделить на порты с уклоном в современность и порты под старину. В этом видео я кратко расскажу о двух портах из каждой категории и объясню, как их настроить. Но это немного позже, для начала нам нужно рожиться файлами самой игры. Нам нужно раздобыть оригинальные айвады, то есть файлы с ресурсами, без которых поиграть в Doom не получится. Если у вас есть стимовские версии первого и второго Doom, или же версия Doom 3 BFG Edition, то при запуске Sourceport автоматически определит нужные айвады и предложит их на выбор. Если же стим это не наш вариант, то просто скачиваем четыре основных айвада с сайта Doom Power, сайта русскоязычного Doom Community. Классический Doom состоит из четырех айвадов. Это первый Doom, он же Ultimate Doom, второй Doom, Plutonium Experiment и TNT Evolution, их и качаем. Скачанные айвады нужно будет поместить прямо в папку с одним из Sourceport, о которых сейчас и пойдет речь. Первый Sourceport это GZDoom, или GezaDoom, или просто Goza. Это самый крупный, самый современный и самый флагманский Sourceport. Этот порт сможет выдать наилучшую производительность и самую плавную картинку благодаря целой куче настроек и вшитых в него разработок. Для начала нам необходимо скачать Sourceport с официального сайта порта. Мы нажимаем на кнопку с необходимой операционной системой, в нашем случае это Windows, и архив с портом скачивается. Разархивируем архив в нужную нам папку, добавляем сюда же скачанные нами ранее айвады и Sourceport готов к работе. Можно переходить к настройкам. Если вы вообще не хотите заморачиваться с настройками и менять что-то под себя по ходу настраивания, можете просто скачать файл конфигурации по ссылке в описании и вставить его в свою папку Sourceport. У вас будет настроено сразу все, причем настроено так как настроено у меня. Если вы выберете этот вариант, то можете смело пропускать часть видео с настройками и переходить к следующему таймкоду. Итак, настройки. Запускаем GZ Doom и вот он список наших айвадов или список игр, в которые мы так желаем поиграть. Выбираем любой айвад, в нашем случае это Doom 2 и заходим в игру. Для наглядности настроек зайдем в саму игру и встанем на первом уровне. Нажимаем Escape, на Enter New Game, стрелочками выбираем любую сложность и попадаем во второй Doom. После этого опять нажимаем Escape и выбираем опции. Самое первое, что нам нужно сделать, это добраться до Option Search и поменять язык. Заходим в него, нажимаем на Enter и пишем Language. Перемещаемся чуть ниже, нажимаем два раза влево и вуаля, все по-русски. По Escape возвращаемся назад и приступаем к настройкам. Первым делом заходим в управление и настраиваем кнопки так, как вам будет удобно. Это база для любой игры, поэтому, думаю, здесь проблем не возникнет, просто ставьте все под себя. Аналогично с настройками мыши. Во вкладке Игрок можно настроить внешний вид Doom Gaia и написать ник, который будет отображаться во всплывающих сообщениях, например, когда вас убили. В настройках звука регулируйте под себя громкость и все тонкости начинаются дальше. Заходим в настройки экрана и представляем все так, как указано на картинке. Это мои настройки и я ни в коем случае не говорю, что они единственно правильные, но я за них по крайней мере отвечаю. Это относится вообще ко всем настройкам в этом видео, но никто, разумеется, не запрещает вам самостоятельно их крутить и подбирать для себя наилучшие и оптимальные. Также, возможно, вам может понадобиться ставить настройки поменьше, если у вас старенький комп. И тут чаще всего работает правило. Щелкаешь влево, становится поменьше, щелкаешь вправо, становится побольше. Думаю, разберетесь с этим. После этого заходим в дополнительно и переключаем загружать файлы DEH и BEX все. Это будет нужно для подключения других вадов, сделанных не разработчиками. Остались последние штрихи. Нажимаем полное меню настроек и заходим в интерфейс. Выбираем настройки масштабирования, нажимаем на стрелочку вправо, пока не дойдем до позиции 6, ну или как вам удобно. Два раза жмем escape, чтобы вернуться обратно и переходим в экран и далее в настройки текстур. Ставим все, как на картинке. Затем два раза жмем escape, чтобы вернуться обратно и заходим в видео режим. Здесь нас интересует самая последняя строка, выбор петли сета разрешения. Заходим в нее и выбираем нужное нам разрешение. Жмем enter, после чего жмем сохранить изменения полный экран и эскейпимся в главное меню. Теперь перезапускаем игру и как результат у нас все настроено. Второй сурспорт, который я хочу порекомендовать тем, кто хочет получить более классический визуал и опыт от игры, это Doom Retro. Это не самый приближенный классики или как говорится в ваниле порт Дума, однако на мой взгляд это один из самых подходящих кандидатов для ценителей более глубокого погружения. Заходим на сайт сурспорта и жмем на кнопку даунлоад Doom Retro. Пойдет загрузка архива с портом, по окончанию которой нам необходимо будет разархивировать этот архив в нужную нам папку. Также не забываем положить в нее ранее скачанные нами айвады. Далее нажимаем на значок Doom Retro и получаем от порта вопрос, во что играть-то будем. Находим папку с портом, выбираем айвад той игры в которую хотим поиграть, например первый Doom и жмем открыть. Запускается игра, нажимаем escape и получаем главное меню. Чем прикрасен этот порт, в нем практически нет никаких настроек. С трелочками перемещаемся вниз, на enter выбираем пункт options и настраиваем под себя все, что необходимо настроить. Детализацию графики, размер интерфейса, чувствительность мыши и громкость звука. После чего по escape возвращаемся обратно в главное меню. Enter им выбираем new game, первый эпизод, любую сложность и великий ужасный перводум предстает на экране. От себя могу порекомендовать пару фишек здесь. Можно открыть консоль клавиши tilde или ё в русской раскладке и вписать пару команд. Команда always run on позволяет бегать всегда, а не только по нажатию клавиши shift. И команда r liquid clip sprites off уберет эффект проваливания в воду, кислоту или лаву предметов, которые на них находятся. Вот и все. Сурспорт настроен, а и вады подключены, можно играть и радоваться. Однако играть в классические уровни может быстро наскучить, ведь они были сделаны очень давно и не получают обновлений. Справиться со скукой помогут пользовательские пи вады или просто вады, коих в интернете можно найти более сотни тысяч. Doom как игра продолжает жить и в наше время, именно благодаря живому Doom комьюнити, которая из года в год продолжает выпускать все более интересные и навороченные уровни. Скачать что-то новенькое можно на том же сайте русскоязычного Doom комьюнити. Doom Power. Ссылка на раздел с вадами также будет в описании под видео. Однако, есть тонкость с тем, как запускать эти самые пи вады. Это несложно, но необходимо объяснить, как это делать. Для GZ Doom методика следующая. Мы берем скачанный вад файл и реархив, в котором вад файл с пользовательским уровнем находится, и просто мышкой переносим его на иконку GZ Doom, который ответит уже знакомым нам окошком выбора ай вада. Необходимо знать, под какой ай вад играется скачанный вами пи вад. Чаще всего это написано либо на сайте, с которого вы его скачали, либо в сопровождающем пи вад текстовом файле. В 99% случаев нужный ай вад это Doom 2, так что просто выбираем его и погружаемся в новое приключение. Doom Retro же совсем прост. Он предлагает окошко выбора вада при своем запуске. Однако Doom Retro это порт, заточенный больше под классический Doom, поэтому многие современные пи вады он может просто не запустить. Так что придется либо играть с ним во что-то относительно старенькое, либо использовать GZ Doom, который запустит что угодно. Отдельно хочу отметить следующее. Часто бывает так, что игроку хочется перейти на какой-то конкретный уровень внутри вада, или, например, пользовательский уровень находится не на первом мапслоте. Для этого можно использовать чит-код на выбор конкретного уровня. Нужно ввести с клавиатуры прямо в игре последовательность букв ID слев и номер уровня, на который вам нужно попасть. Это всегда две цифры. Для первого дума вы вводите первой цифрой номер эпизода, а второй номер уровня. Например, ID слев 42 отправит вас на четвертый эпизод вторую карту. Для всех остальных думов вы просто вводите число, на котором находится интересующий вас уровень, например, ID слев 27. Другие самые нужные чит-коды вы видите сейчас на экране, но эй, читерить неинтересно и можно лишь только, когда никто не видит. Теперь вы знаете всё. У вас всё настроено, заряжено и вы готовы покорять классические игры серии Doom и многие другие пользовательские уровни. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным и мы с вами вместе смогли во всём разобраться. Если это так, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, здесь выходит много интересного по Doom, преимущественно прохождение уровней. Также пишите в комментариях, если у вас остались какие-либо вопросы, попробуем разобраться и с ними. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Отдельное спасибо подписчику с ником King. До встречи на канале. Пока!